Справка Грузовичок Renault Master выпускается с 1998 года. В 2003 году был обновлен. Один из самых дешевых бушных грузовиков на рынке. Насколько он хорош? Я его сравнивал с Mercedes Sprinter и Peugeot Boxer. При прочих равных многие остановили свой выбор именно на этой машине. Дизайн старой версии, как и многие изделия от Renault не впечатляет, но машина функциональна. Все сделано надежно и на совесть. А ведь машине около 10 лет. Очаги коррозии по минимуму. Учитывая, что машину эксплуатировал наемный водитель, ее не жалели. Но пороги, хотя и ржавые, но целые. Небольшие пятна ржавчины в местах скулов по бокам кабины. Кузов алюминиевый, ржавела только рама, но не критично, поверхностно. А сейчас обо всем подробнее. Вот такая машинка. Полтранатонный грузовичок. Так. Трехметровый кузов. Удобный, но не для длинномеров. Рономастер. Никогда не думал, что эта машинка будет столь удобна. Попробуем попасть. Что у нас здесь? Проблема, как всегда, порог. У всех машин, развозных грузовичков, ржавые пороги. Что в левой, что в правой. Главное, посмотреть, чтобы не было дыры сквозной. Но ее нет. Сидение. Это у нас обивка. В реале здесь вот. В этом месте. Я не буду снимать. Здесь повреждения. Сидение. Салон очень удобный. Немножко, конечно, с дизайном. Рано всегда модели с дизайном. Вот эти вот пуговицы кнопок. Не очень удобно. Здесь почему-то прикуриватель стоит. Тоже совершенно не логически. Но, наверное, можно привыкнуть. Пепельница. Здесь нет климата. Как на многих развозных грузовичках. Магнитола. В самом принципе, функциональный, удобный. Ничего больше не нужно. Ну, карман это рабочее место водите очень удобное. Обзор вперед просто отменный. Машина просто великолепная. Ну, естественно, никаких зеркал здесь нет. Здесь тоже. Только под документы. Так. Зеркальце. Неплохое зеркальце. Но маленькое. И в него практически ничего не видно. вот вид на кузов. Здесь мешаются вот такие вот планки профиля. Кресло двойное. Здесь у нас КПП. ручник. В принципе, больше ничего и нет. А чего, в общем-то, еще и надо. Маленький бардачок. Очень маленький. Вот все опции. Переключение идет у нас здесь. Это регулировка фар. Здесь переключение габаритов. Вот они зажглись. Как вы видите. Здесь щиток простой и информативный. Традиционная любовь рычажит на месте. Подходим. Открываем. Здесь как обычно. Фильтр воздушный. Турбина идет находится вон там в глубине. Дизель 2.2 Турбо. Очень интересно сделаны дворники. Вернее омыватели дворников. Вот это вот омыватель дворника. Поворотники фары. Поворотники кстати интересно крепятся. Здесь у нас заливная горловина. Тут практически весь алюминиевая что это очень неплохо. Кроме вот этих металлических кронштейнов. Металлические кронштейны ржавеют. Но все остальное по коррозии очень неплохо. Я раз как вы видите машину и сколько уже лет ее нещадно мучили. Появились только маленькие маленькие короткие. Но зато фанерный пол. Здесь его можно увидеть. он весь износился, промок истерся. Ну и соответственно я думаю что он уже недолго прослужит. Но его можно заменить обычной фанером. Садняя балка, крючочки для тента. Все на месте. Машина в принципе в рабочем состоянии. поехали. Поехали. Вот здесь загорается ойл. Окей. Это очень важно для турбутия. Если не будет масла, то турбина нагроется. Турбина стоит очень дорого. Хотя не так чтобы сильно, замена как минимум тысячи евро боится. следует отметить хорошее сиденье с большим набором регулировок, благодаря которому можно удобно устроиться в кабине. подсадка. длинная подсадка. Маневрирование в ограниченном пространстве очень легкое, благодаря хорошему размещению органов управления. Все под рукой, легкому рулю и хорошему обзору. Субтитры создавал DimaTorzok Маневренная машина. Обалденная машина. Сказка. Просто сказка. Подряд. Я раньше не верил в Рено. Теперь я реально вижу, что Рено умеет делать хорошие грузовики. Просто великолепный грузовичок. Машина просто потрясающая. Очень удобная, очень маневренная. Супер. Супер. Вообще, до того, как я сел за руль этого грузовика, я думал, что Рено вообще не умеет делать автомобиль, а зарабатывает торговлей наркотиками, а производство автомобиля у него существует для отмывания денег. Теперь же я впечатлен этим автомобилем. О, какая динамика. Два и два турка. Это что-то. Вывод. Несмотря на то, что машина значительно дешевле многих конкурентов, я бы сказал, что она всех обошла по качеству. Это реально комфортный и динамичный автомобиль. Очень маневренный, что не маловажно, не прозрекаясь в пользу нового города. Просто великолепный. Выше многих автобусов, сети транспортеров и прочего путать. Отлично машина. Просто великолепно. Следует отметить, любой турбомотор очень требователен к обслуживанию. Он требует своевременной замены масла и фильтров. Использовать масло самого высокого качества. Это залог долгой жизни турбины. Хотя, например, мотор 2.2 меняет турбины каждые 180 тысяч километров. Когда умирает турбина, то двигатель идет в разнос даже при выключенном зажигании. И остановить его можно только бросить сцепление на включенной передаче. Например, на этой машине уже поменена турбина. Но это единственное слабое место этой машины. В остальном машина очень хороша. было бы... не знал, это не basic. Не знал, что... не минус. Не расслабляю. Я не знал. Используюсь, конечно. Продолжение следует...